Всем привет! После выпуска ТОП-10 самых дешевых новых мотоциклов, кто не смотрел, ссылка будет в описании, сегодня вы узнаете и десятку самых дорогих байков, которые продают известные бренды. В выпуск вошли только серийные мотоциклы японских и европейских производителей. Эксклюзивные байки ограниченной серии для избранных я не брал. Итак, начнем. Самым дорогим мотоциклом в компании Husqvarna стала недавняя новинка – туристический эндуро Husqvarna Norden 901, которая основана на платформе KTM 890 Adventure. 889-кубовая рядная двойка выдает 105 л.с. и 100 Нм крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 223 кг. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Цена на официальном шведском сайте базовой версии 159 тысяч шведских крон. Это 14 700 долларов. Версия Expedition стоит уже 15 700 долларов. На официальном российском сайте за базу просят 1 миллион 900 тысяч рублей. За Expedition уже 2 миллиона 100 тысяч. На девятом месте самый дорогой байкат Сузуки. Это, конечно, же флагман компании – Хаебуса. Гипербайк оснащен рядной четверкой жидкостного охлаждения объемом 1340 куб.см, который выдает 197 л.с. и 155 Нм крутящего момента. При снаряженной массе в 264 кг Хаебуса от 0 до 100 разгоняется за 2,6 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 300 км.ч. Средний расход топлива около 6 литров. Бак вмещает 20 литров. Цена на официальном сайте в Японии составляет 2 миллиона 150 тысяч йен. Это по курсу на сегодняшний день примерно 14,5 тысяч долларов. В США за Хаебуса просят минимум девятнадцать тысяч шестьсот долларов. В компании Ямаха самым дорогим мотоциклом стал легендарный спортбайк Ямаха R1. Его рядная 998-кубовая четверка Crossplane выдает ровно 200 л.с. и 113 Нм крутящего момента. При снаряженной массе в 200 кг от 0 до 100 байк разгоняется за те же 2,9 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на отметке в 299 км.ч. Однако спортбайк стоит дороже предшественников. В Японии за новую R-ку просят 2 миллиона 365 тысяч йен. Это сейчас 16 тысяч долларов. M-версия стоит 3 миллиона 190 тысяч йен. Это 21 тысяча 300 долларов. А например на американском рынке ее уже продают за 27 тысяч долларов. Максимальная скорость стандартно ограничена электроника. Максимальная скорость стандартно ограничена электроника. Caprile RSV4 1100. Он оснащается легким и узким V-образным 4-цилиндровым двигателем объемом 1099 кубических сантиметров, который выдает 217 л.с. и 125 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 202 кг. От 0 до 100 байк разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 305 км.ч. Средний заявленный расход топлива 6,9 л на 100 км. Бак вмещает нестандартные для класса 17,9 л. Высота по седлу 845 мм. Цена на данный момент за новый мотоцикл 21 тысяча евро. Версия Factor стоит уже 26 тысяч евро. Мощность мотоциклов одинаковая. Различия лишь в оснащении. Самым дорогим мотоциклом у компании КТМ с ценой в 25 тысяч евро является флагманский спорттурист КТМ 1290 SuperDuke GT. Сердцем которого является уже знакомая V-образная двухцилиндровая силовая установка LC8 объемом 1301 кубический сантиметр. Позаимствованная от зверя компании КТМ 1290 SuperDuke R. Здесь она выдает 175 л.с. и 141 Нм крутящего момента. Производитель акцентирует внимание на его межсервисном пробеге в 15 тысяч километров. Сухая масса мотоцикла 209 кг. Средний расход топлива несмотря на объем всего-то 5,7 л на 100 км. Бак вмещает весьма туристический 23 л. Высота по седлу 835 мм. Цена на официальном австрийском сайте 25 тысяч евро. На пятом месте мото-гигант Honda со своим королем дорог и направлений Honda GL 1800 Goldwing. Мотоцикл оснащается легендарной оппозитной шестеркой объемом 1833 кубических сантиметра, которая выдает 126 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Он разгоняет 400-килограммовую махину до 100 за 4 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час. Цена в Японии 3 миллиона 465 тысяч иен. Это на данный момент 23 тысячи 150 долларов, а в США минимальная цена 25 тысяч 600 долларов. За версию с 10 и подушкой безопасности от 33 тысяч долларов. У знаменитой британской марки самым дорогим является, конечно же, Power Cruiser Triumph Rocket 3, который обладает просто невероятным двигателем. Это рядная, тройка объемом 2458 кубических сантиметров. При этом она расположена непривычным образом поперек мотоцикла, а вдоль. Силовая установка выдает 167 л.с. и сумасшедший крутящий момент в 221 Нм. При этом, по заявлению производителя, он кушает весьма скромный 6,8 л на 100 км. Сухая масса мотоцикла 291 кг. Бак вмещает 18 литров. Высота по седлу 773 мм. Несмотря на свой вес, Rocket 3 от 0 до 100 не разгоняется как литровый спортбайк за 2,7 секунды. А максимальная скорость составляет 230 км в час. У себя на родине этот красавец стоит от 22 тысяч фунтов стерлингов. Это 27 700 долларов. Открывая тройку, у лидеров самый дорогой мотоцикл от баварской компании. Суперспортивный и технологичный BMW M1000RR, который у себя на родине оценивается минимум в 33 тысячи евро. Супербайк оснащается рядной 999-кубовой четверкой, из которой выжили 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента. При этом, снаряженная масса составляет всего 192 кг. Бак вмещает 16,5 л топлива. Средний расход заявлен в 6,5 л на 100 км. Максимальная скорость 315 км в час. Совсем немного не дотянула до этого ценника туристическая модель К1600 Гранд Америка. Ее цена от 30 до 32 тысяч евро. В итальянской компании по производству горячих спортбайков самым дорогим на сегодня стал Ducati Panigale V4R, который на официальном сайте в Италии стоит от 44 тысяч евро. За эти деньги вы получаете самую мощную безнадувную серийную силовую установку объемом 998 км3. 4 цилиндра выдают аж 221 л.с. и 112 Нм крутящего момента. Сухая масса мотоцикла всего 172 кг. Разгон до сотни занимает меньше 3 секунд. Максимальная скорость около 330 км в час. А если установить полный гоночный выхлоп Ducati Performance Akrapovic, максимальная мощность вырастает до 234 л.с. именно столько же у более дорогой версии Супер Легера. Ну и самым дорогим серийным мотоциклом, который может купить любой желающий, но при условии, что у него есть на счету 57,5 тысяч долларов, стал мощнейший Kawasaki Ninja H2R. За эту немалую сумму вы получаете эксклюзивную мощность в 326 л.с. и 165 Нм крутящего момента, который выдает тот же двигатель, что и у H2, но с другими настройками. При снаряженной массе в 216 кг от 0 до 100, H2R телепортируется за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает 400 км в час. Самое интересное, что это чудо японской инженерной мысли у себя на родине не продается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok